Всем привет, девчонки! Меня зовут Татьяна, рада видеть вас на своем канале. И у меня такое ощущение, как будто я уже не снимала целый год, ну и действительно уже наступил 2020 год, с чем я вас и поздравляю. Я желаю вам всего самого хорошего, побольше вам улыбок в этом году, хорошего и позитивного настроения. Ну и также желаю вам и мне побольше классного косметосика. Возможно, мой голос звучит сегодня не очень, потому что я еще болею, но мне так хочется уже снимать, потому что я думала, это видео выйдет в субботу или в воскресенье, но я еще не уверена, когда я смонтирую, и возможно оно выйдет в воскресенье, а возможно чуть позже. На своем канале в сообществе я спрашивала вас, с какой палетки начать обзор в новом году, и вы мне отвечали, хотя вас было не так уж много. Хотелось бы, конечно, чтобы вы больше участвовали в таких опросах на моем канале, либо в инстаграме, если вы, кстати, еще не подписаны на мой инстаграм. Я оставлю здесь название своего инстаграма, ну и вся информация о моих соцсетях находится постоянно в инфобоксе. Я буду рада, если вы захотите со мной дружить также и в соцсетях. Ну и в этом опросе победила Кэт Ванди с палеткой Лолита. На втором месте оказалась Шарлотта и затем Мейкап Революшн. Наверное, в таком порядке я буду делать обзор. Скажу вам честно, что мое желание было начать именно с этой палеткой, и, наверное, наши желания совпали. Мне очень приятно, что вас эта палетка также заинтересовала, как и меня. Сегодня я сделаю два макияжа, покажу свочи этой палетки, расскажу, что понравилось, что не понравилось. Кстати, вот так она выглядит. Также не забывайте в конце видео ставить лайки, подписываться и также писать ваши комментарии. Ну а я вам желаю приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так, начиная с цвета вот такой вот бежевого под названием Силуя. Вроде бы, я не знаю, это такие буквы интересные и названия, что, наверное, я называю это все неправильно. Так, это матовый, светлый. Он не бежевый, он какой-то желтый. Ну ладно. Хотела закрепить все веков. Может быть, да, вот это, наверное. Энаморада, господи. Вот такой вот светло-коричневый. Название, конечно, здесь очень интересное. Блин, у меня-то не светло-коричневый. Блин, он какой-то сиреневый. Почему? Он таким не кажется в палетке. Все, не буду я ничего закреплять. Так, начиная с цвета. Не знаю, сегодня делать два разных глаза или как, потому что здесь у меня очень хочется попробовать вот эти вот металлики. Они очень мягкие, вот эти вот два металлика. Ну и, конечно же, глиттер. Наверное, я буду делать два разных глаза. И начну я вот с такого кирпичного оттенка. Ла-лоб. Ла-лоб. Лучше не называть. Я чувствую себя очень смешной, когда называю эти оттенки. Вау. Вот это да. Вот это пигментация. Вау, тени очень мягкие. Такой приятный оранжевый оттенок. Кстати, его я буду растушевывать вот этим вот желтым, который я вначале набирала. Силу я набираю вот этот вот светлый бежевый. Ну, он не бежевый, он желтоватый какой-то. Кстати, оттенки не сильно пылят в рефиле. Конечно, есть пыль, но не столько. Ну, и под глаза пока ничего не осыпалось. Дальше набираю тёмно-коричневый. Женонита. Что за название? Женонита, Женита. Вот он, короче. Название, конечно. Кэт постаралась, конечно, чтобы обозвать как можно странным образом эту палетку. Чтобы не каждый мог выговорить её название тюмень. На нижнее веко тоже нанесу вот этот вот кирпичный оттенок сразу. О, как он мне нравится. В нём много красных, конечно, пигментов. Поэтому он сильно такой рыжий. Но мне нравятся, мне нравятся такие оттенки. И так же набираю вот этого вот тёмного Жениту. Очень классное зеркало. Не искажает. Очень большое. Примещается всё лицо. И не только. Оттягиваю внешний уголок. Тени очень ложатся мягко. Не ставят пятна. Очень быстро и легко растушевываются. Ну, пока что на данном этапе я матовыми тенями очень довольна. Они напоминают мне Анастасию Беверлигельс. Под бровь нанесу вот такой вот жёлтый сатиновый оттенок. Просеос. В нём есть мелкие блёстки. Оттенок немножко рыхловатый. Но это, в принципе, для сатинового оттенка нормально. Ну и под брови он хорошо блестит. Так, ну и из коричневых здесь всё. Затем я возьму вот такой вот красивый, очень мягкий металлик. Господи, как он называется? Далсес сниос. Не буду читать. Это тоже рыжий металлик. И наношу его. Вот, как он легко наносится. И как он легко набирается просто. Мне кажется, что он и кистью будет хорошо наноситься. Сейчас проверю. Он очень мягкий. Рефил проваливается. Да, кистью он наносится, но не так плотно, конечно. Вау, в этом металлическом оттенке есть мелкие блёстки. Они золотистого цвета, поэтому он немножко доохромит. Вау, очень красивый оттенок. Я не знаю, что мне нанести в внутренний уголок. Либо вот этот вот оттенок, который я наносила под бровь. Либо вот этот вот топпер доохромный. Он доохромит фиолетово-зелёный такой вот оттенок. Но в нём очень мало блеска. Решила посмотреть, как он будет смотреться на этом металлическом оттенке. И это не нравится. Он забил весь, все эти блестяшки, которые были в металлическом оттенке. И сейчас это как-то некрасиво смотрится. Наносу опять металлического оттенка. А сейчас он не так легко наносится на этот топпер. В принципе, я его забила. Но его не видно. Нанесу я вот этот вот топпер зелёно-фиолетовый во внутренний уголок. Ой, ну он такой светлый, что его практически не видно. Ну и добавлю вот этого вот жёлтого всё-таки оттенка. Сейчас акцент хоть какой-то есть. Но сатин, с металликом, конечно, не очень он смотрится сюда. Добавлю вот этого вот дуохрома на нижние века. Еле-еле видно его, о господи. Почему он здесь такой неяркий на себе такой? Может мне этих блёсток добавить во внутренний уголок? Просто мне не нравится этот сатин. Он вообще здесь не смотрится. Кстати, он хорошо прилипает без никакой базы. У него хорошая липкая основа. Не знаю, рефил прям проваливается здесь. Эти блёстки даже лучше ложатся, чем блёстки от хобби в палетке Миню Миню Мед. Теперь мне хочется везде эти блёстки налепить. Сейчас я вся в этих блёстках. Но так, мне кажется, лучше смотрится. Ладно, ставлю так. Ну что, вот такой вот у меня получился рыжий-коричневый макияж с такими зелёными блёстками. В принципе, мне нравится этот макияж. Лично я не люблю сатиновые оттенки, поэтому в уголок глаза мне пришлось добавить глиттер. Хотя я не всегда так делаю. Обычно глиттер я использую на центре века. Но тут не оказалось такого оттенка, который можно было нанести во внутренний уголок глаза. Ну что, наверное, придётся мне стереть этот глаз и сделать какой-то фиолетовый макияж. Потому что я вот сейчас только заметила, что здесь разделена палетка на коричневую сторону. Если мы так посмотрим. И здесь сторона сиреневая. Сегодня я не хочу быть с разными глазами. Поэтому сейчас я этот стираю и сделаю на два глаза сиреневый макияж. Итак, начиная я сразу с сиреневого. Это такой лиловый. Поэтому он и называется в честь этой палетки Lolita Por Vida. Оказывается, здесь Por Vida. Вот. Название палетки. Вот оттенок. Интересный оттенок. Такой коричневый-сиреневый. Матовый здесь мне очень нравится. Они очень яркие. Легко растушевываются. Легко ложатся. Не сыпятся под глаза. Да, конечно, последствия предыдущего макияжа у меня еще осталось на лице. Я вся в блестках. Его было достаточно сложно снять с века. Потому что из-за этих блесток. Тени вообще. Один раз я набрала на кисть. И просто все века растушевывала сразу. Этот же оттенок наношу сразу на нижнее веко. Затем набираю темно-фиолетовый. Коридо. Наверное. И уже наношу на нижнее веко. Тоже очень красивый фиолетовый оттенок. Здесь только два темных оттенка даны во внешний уголок. Из коричневых это вот этот вот темно-коричневый. И из фиолетовых вот этот. И все. Из светлых оттенков здесь эсперанца. Такой вот светло-ливовый оттенок. В этой части палетки. В сиреневой части. Есть два металлика. Бордовый и фиолетовый. Он сыпется. И плохо наносится. Его практически не видно. Он суховатый. Сбрызгиваю кисть фикс прем. Бордовый. Он тоже как будто лиловый. Красивый цвет. Вау, мне очень нравится этот цвет. Очень красивый, интересный оттенок. И на центр века буду наносить вот такой вот сиреневый. В нем есть блестки. Посмотрим, как он будет наноситься кистью. Ааа, он тоже суховатый. Даже в рефеле сыпется. О, в мокром виде он наносится лучше. Такой сделал бы переход. Такой сделал бы переход. Очень красивый оттенок. Очень красивый оттенок луна. Вау, это тоже металлик. Не, ну что это? Он вообще не ложится на этот сиреневый. Вау, я хочу этот. Да, 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 да. Только он съеживает века. Оттенок очень влажный, поэтому, наверное, он века так сморщивает. Но он очень красивый. Это прям как зеркало такое. Вау, как у нас. Зря я нанесла вот этот вот металлический оттенок сначала. Если бы я нанесла сразу на века, может быть, он не съеживался бы так. Сейчас тут куча всего. Это вообще не смотрится. Вот этот оттенок луна очень красивый. Прям такой влажный-влажный металлик зеркальный. Но он уже затерся в рефиле. Вот, видите? Моя проблема в том, что я хочу все и сразу, понимаете? Я хотела нанести все оттенки на свои глаза. И в итоге вот что получилось. И под бровь я нанесу опять сатиновый оттенок. Здесь их оказалось много. Раз, два, три. Четыре сатиновых оттенка. Но, наверное... Вот они. Раз, два, три, четыре. Но, наверное, можно отнести и вот этот вот сиреневый. Потому что он такой рыхлый. И в нем есть мелкие блестки тоже. Так, наношу под бровь Destino. Вот это вот-вот. Вот прям как металлический сатин. И, наверное, для нижнего века нанесу вот этот вот металлик Rosario бордовый. Кстати, он хорошо мне закрасил слизистую. Сейчас я с красным оттенком. Ну, ничего, мне так тоже нравится. И так больные глаза. Сейчас будут еще больше больные глаза. Ну что, ресницы и я закончила. Ну и вот такой вот получился второй макияж. Мне очень нравится он так же, как и первый. Мне очень нравится оттенок Luna. Это металлический оттенок, но он какой-то необычный. Потому что в нем есть очень-очень мелкие блестки. И мне кажется, что это какие-то серебряные блестки. И этот оттенок мне напоминает оттенок из ретроградного Меркурия не было. Вот там вот тоже такие вот красивые мелкие блестки есть. Свощится этот оттенок как влажный металлик. Но на веках он смотрится не совсем влажным. Он как будто суховатый с мелкими-мелкими блестками. Очень сложный оттенок. Мне очень нравятся сложные оттенки. Конечно, мне нужно было его нанести сразу же без вот этих вот металликов, которые я наносила перед этим. Потому что он раскрывается сам по себе очень красиво. Также этот оттенок тоже осыпался. И я сейчас просто вся в блестках. Ну и давайте поговорим насчет этой палетки. Насчет этой лолиты порвида. Как будто я сейчас матернулась. Итак, оба макияжа мне очень понравились. Я очень быстро их сделала. Мне очень понравилось качество матовых оттенков. Они очень мягкие, легко ложатся. Легко и быстро растушевываются. Не сыпятся под глаза. Хотя в рефиле немножко пылят. Здесь, как я уже говорила, я заметила две стороны. Это коричневая сторона и сиреневая сторона. И вот здесь есть один единственный глиттер, который, кстати, очень легко наносится. В нем есть такая жидкость, которая помогает ему держаться навеки без базы. Но он очень сильно осыпается. Наверное, все-таки на базу его нужно наносить, чтобы этот оттенок не осыпался. Кстати, на коричневой стороне здесь больше выбора в матовых оттенках. Здесь аж шесть оттенков коричневого. И здесь только один, два, три оттенка сиреневых. Мне не понравилось то, что в этой палетке много сатиновых оттенков. Мне, в принципе, не нравятся сатиновые оттенки. И здесь их оказалось очень много. Здесь вот эти вот два, три, четыре. Ну и, конечно, вот этот вот сиреневый. Я говорила, что его можно также отнести к сатиновым оттенкам. Это такой сатиновый металлик с мелкими блестками. А этот доохромный зеленый с фиолетовым. Здесь два оттенка. Это практически не видно на веки. Не слишком пигментированный этот оттенок. И поэтому мне нечем было высветлить внутренний уголок. И мне пришлось нанести глиттер. Глиттер здесь тоже доохромный. В нем есть и фиолетовые блестки, и золотые блестки, и коричневые. Короче, здесь намешана просто какая-то такая смесь. И он очень красиво смотрится на веки. Здесь есть вот этот вот бордовый металлик. Но он не бордовый, а больше такой, не знаю, лилово-бордовый. Очень интересный тоже оттенок. Но он свочится на руке очень легко. Но на века он ложится плохо и осыпается. Я его наносила с помощью фикс-спрея. И влажным способом он ложится и передается лучше. Также и вот этот вот сиреневый. Это два вот таких вот оттенка. Ну, в принципе, и вот этот вот, это вообще здесь холодный такой сатиновый коричневый оттенок. Я не знаю, мне кажется, что эти сатины здесь добавлены для того, чтобы сделать дневной макияж. Потому что вот эти вот оттенки металлические, это очень яркие оттенки, действительно, на какой-то праздничный макияж. И таким образом эта палетка может подойти как на дневной макияж, так и на вечерний макияж. Но просто лично я не люблю сатины. И ни в каком виде ни металлические сатины, ни просто сатины. Мне они не нравятся. Они, на мой взгляд, не очень красиво смотрятся на веки. В этой палетке есть как теплые, так и холодные оттенки. Вот эти вот два холодных. Вот этот вот тоже сиреневый можно отнести к холодному оттенку. Ну, в основном, конечно, здесь больше теплых оттенков, что меня очень радует. В первом макияже я использовала вот этот вот влажный металлик. Он действительно ложится очень легко. Можно наносить и как кистью, так и пальцем. Смотря какую интенсивность вы хотите на глазах. Рефилы, кстати, быстро затираются. Здесь уже такая поверхность в этих рефилах появилась. И также вот этот вот оттенок луна. Это просто очень красивый оттенок. Это лиловый, наверное, оттенок. Больше всего он тоже очень влажный, очень легко наносится пальцами и кистью. Просто я сначала нанесла вот эти вот стиновые металлики. И поэтому он плохо нанесся на эти оттенки. Нужно было на голое веко наносить вот этот вот оттенок. И вот этот рефил у меня тоже затерся. Получается, что здесь только три ярких оттенка. Здесь очень сложных оттенков. Один из них это глиттер. И все остальные это сатины матовые. И вот этот вот только один такой металлик. И нечем высветлить внутренний уголок. Лично для меня я здесь не нашла таких оттенков. Вот эти вот оттенки светлые я наносила под бровь. Для меня немножко непонятна логика этих оттенков. Логика наполнения этих оттенков. Здесь как будто все и как будто ничего. Потому что как бы есть сложные оттенки. Такие красивые вот эти вот металлики. Но для внутреннего уголка здесь ничего нет. Кроме сатинов. Сатины с вот этим вот металликом не очень смотрятся на мой взгляд. Палетка очень красивая. Она полностью картоновая. Очень красивые выбитые здесь буквы. Все очень качественно сделано. Очень классное большое зеркало. Все в таком вот стиле. Я не знаю. И названия какие-то странные. И шрифт этих букв тоже интересный. Наверное в каком-то греческом стиле, мне так кажется. Здесь сзади есть тоже название оттенков. Такая же и упаковка от этой палетки. Здесь тоже выпитые буквы. Она оказывается Пор Витах. Хотя я называла ее... Лучше я не буду говорить, как я называла ее раньше. Стоит она 49,90, как и Анастасия Баврили Хиллз по такой же цене. Здесь 18 теней. Но 15 оттенков по 1,13 грамм. И 2 оттенка по 1,3 грамма. Итого получается полная палетка здесь 21,76 грамма. Получается больше, чем в Анастасии Баврили Хиллз. Но цена такая же. Кстати, не пойму какие 2 оттенка по 1,3 грамма. Но мне кажется все-таки металлики. Потому что они очень влажные. Они весят чуть меньше. Но сами рефилы, вот эти круглые, они больше, чем основные. Они даже выделены таким рисунком здесь. Эту палетку я покупала по скидке. На нее была 25% скидка. И она получилась 37,42 евро. Конечно же, если смотреть на нее вот так вот со стороны, она очень красивая, она интересная. Но по факту здесь много сатинов. Здесь классные матовые. Ну и только вот 3 вот этих оттенка. Действительно очень красивые. С которыми можно делать какой-то красивый макияж. Ну, наверное, в основном она для дневного макияжа. Потому что в основном она состоит из матовых и сатиновых оттенков. Конечно же, если подойти трезво, с трезвым умом, а не как я увидела и захотела, то, наверное, бы я второй раз уже бы ее не покупала. Ну, а в общем, конечно же, я очень рада, что я попробовала качество Cat Von D. Действительно, матовые оттенки просто на высшем уровне. Они очень классные. Металлические оттенки мне понравились. Мне понравился даже глиттер. Он здесь лучшего качества, чем у Худы Бьютина. У Худы нужно наносить обязательно на какую-то липкую базу. А здесь этот оттенок можно наносить сам по себе. В нем есть такая вот липкость. Хотя на свочах он у меня остался практически весь на пальце. Но скажу, что на металлик, именно на металлик я наносила этот глиттер, он неплохо прилип. Хотя и действительно осыпался. Наверное, лучше наносить его на базу. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, обязательно ставьте пальчики вверх. Не забудьте подписаться и на мой канал. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Также напишите, если у вас есть тени от Cat Von D. Нравятся они вам, не нравятся. Часто ли вы ими пользуетесь. Ну и я увижу с вами уже в следующем видео. Всем хорошего дня и до скорой встречи. Пока!